Добрый вечер! Эфир продолжает выпуск региональных вестей. С вами Елизавета Копырина. И вот главные итоги уходящего дня. Коррупция в Орел госзаказчики. На карточку переведете? Брал ли откаты заместитель начальника казенного учреждения? 16 и не копейкой меньше. Я буду до последнего биться. Руководитель трамвайной троллейбусного предприятия объяснил, как рассчитывали новый тариф на проезд. А также в выпуске «Я помогаю Вовочке» и «Орловчане» участвуют в виртуальном благотворительном флешмобе. Отчет пошел, в предвыборную гонку вступают все больше партий. Международный день стоматолога, как отмечают дантисты, свой профессиональный праздник. Теперь во всем этом. И не только, более подробно. Новый коррупционный скандал разгорается на Орловщине. Заместитель начальника казенного учреждения «Орел госзаказчик» Константина Деденко обвиняют в получении отката. Более того, чиновник задержан в споличном при получении очередного денежного подношения. Первые подробности у Ивана Суверина. На кадрах официальной видеоохроники при сдаче очередного объекта капитального строительства Константин Деденко предстоит перед Орловчанами едва ли неблагодетелем. Как бы опасений по строительству нет. Планированная сдача объекта будем планировать в этом году. Однако правоохранители утверждают, чиновник был вовсе не так бескорыстен. Преступление коррупционной направленности выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД. Поступила информация, что мужчина 1973 года рождения, являясь должностным лицом казенного учреждения Орловской области, требует от генерального директора фирмы-подрядчика денежное вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей. Скрытая камера фиксирует беседу чиновника с застройщиком. Последний действует в рамках оперативного эксперимента и даже имитирует торг об условиях отката. Вам же миллион ушел под Новый год. Не, ну вот я, вот с этих я должен как бы вот эти 225. Ну я вот 200 я положил, ну как бы у меня, ну понятно, комиссия за вредность. Наконец договоренность достигнута, все условия оговорены. Я скажу вам тогда, куда надо перевести. На карточку переведете? Проблем нет? Ну а какие проблемы? Ну все, я вам скажу номер тогда, ладно? Задержание Константина Диденко было делом техники. В учреждении Орел Госзаказчик правоохранители уже произвели выемки документов и приступили к допросам. Частями денежные средства на общую сумму 430 тысяч рублей поступили на банковские счета, доступ к которым имел сам подозреваемый и его доверенные лица. 8 февраля после получения очередной части денежных средств Диденко был задержан. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Объем следственных действий по уголовному делу комитетчики предвидят довольно большой. В СКР намерено детально проверить всю финансовую деятельность подозреваемого за последнее время. Следователи не исключают, что могут вскрыть другие факты откатов. Правоохранители намерены сопоставить крупные денежные поступления в личный бюджет Константина Диденко с заказами и контрактами, заключенными при его посредстве. Иван Суверин, Вести, Орел. Профсоюзы области выступили с заявлением о том, что они не приемлют повышение стоимости проезда до 16 рублей. Предлагают депутатам горсовета пересмотреть свое решение. Тем временем городские власти обязали руководителей муниципальных транспортных предприятий объяснить жителям, с чем связано такое изменение тарифа. И сегодня с журналистами встретился руководитель ТТП Александр Коровин. Алина Чабан выслушала его точку зрения. Как вы к этому относитесь, к такому повышению? Отрицательно. Почему? Потому что зарплаты не растут, а цены растут. Нехорошо. Плохо. Плохо. К повышению стоимости проезда относятся еще как минимум 4 тысячи человек, которые подписались под петицию и распространили ее в интернете. Но рост тарифа никто не остановит, заявляет директор трамвайно-троллейбусного предприятия. Он решил лично убедить жителей о необходимости такой меры. Городская власть сама устанавливает тариф для муниципальных предприятий. Но Гольскоро, если она устанавливает тариф ниже себестоимости, она обязана предприятию компенсировать недостающую часть. Минимум надо закладывать 150 миллионов, заложили аж 40. На встречу с журналистами пригласили и водителей, работающих на предприятии. Их средняя зарплата 14 тысяч рублей. Все они надеялись на лучшую жизнь после поднятия стоимости проезда. Но директор ТТП надежды на увеличение их зарплат развеял. 16-рублевый проезд на их доходах не отразится. Но мы сохраним ту зарплату, которая есть. Вот эта сидит, это моя семья. Это люди, которые для меня вторая семья. Я буду до последнего биться, для того, чтобы важное, социально значимое, нужное предприятие было сохранено и служило своему городу. В свою очередь, та самая семья заявила, зарплаты на предприятии не повышались вот уже как 5 лет. 5 лет я работаю на предприятии, 5 лет зарплата не растет. Мы выполняем свою работу ежедневно. Каждый из нас приходит. В 4 утра, в 3 утра, кто живет далеко. Мы точно так же едем на маршрутках, мы точно так же едем на трамваях и на троллейбусах, мы точно так же платим. Люди на грани срыва, извините, я не знаю, если нас не услышит народ. У нас такие же семьи. Тем не менее, в повышении стоимости проезда в общественном транспорте сразу на 4 рубля усомнился губернатор области. Вадим Потомский решил лично проверить все расчеты, а также доходы и расходы транспортных предприятий. Обоснованность этого тарифа, Сергей Николаевич, пожалуйста, проверить, соответствует ли повышение на 4 рубля. Если оно абсолютно четкое, выверенное и необходимое, у нас выхода не будет. Если это просто хотелка, это другая история. Губернатор высказался и о проведении конкурса перевозчиков. С маршрутов должны уйти все нелегалы. Качество обслуживания должно стать только лучше. Если будет недостаточно контролирующих органов, их по поручению главы области станет больше. Я создаю внутри области и города комиссию. Сами будем останавливать эти автобусы и спрашивать, кто тебя выпустил на этот маршрут. Где ты, откуда ты утром выехал. Где ты вылся, кто тебя проверил. До конца недели губернатору должны предоставить все документы, доказывающие необходимость повышения тарифа. 16 рублей придется заплатить за проезд уже в следующий понедельник, 15 февраля. Алина Чабанова, Владислав Гапеев, Вести, Орел. Подобную встречу завтра обещает провести руководство ПТП-1. И к другим новостям. 12 февраля в Норвегии стартуют вторые зимние юношеские олимпийские игры. В течение 10 дней 1100 юных спортсменов из 70 стран мира разыграют 29 комплектов медалей. Право участия в играх получили и орловские спортсмены. Сегодня глава региона Вадим Потомский встретился с орловскими бобслиистами и тренером ребят Алексеем Головиным. Представляет не только Орловщину, но и всю Россию в Лилихамере будут Анастасия Дудкина, Валентина Болгова и Максим Иванов. Еще одна орловщанка Маргарита Тарарыченкова поедет в Лилихамер, чтобы принять участие в соревнованиях по скелетонам. Мы родители не разрешают, я сам спортсмен. Но как к этому процессу подойти, все зависит от тренера. Хотел бы сказать, что свои путевки на эти олимпийские игры, лицензии, они завоевали в жесткой конкурентной борьбе. Я хотел бы сказать, что также бобслии является очень технологичным видом спорта. И, как правило, бобслии в мире это первая десятка экономик мира развивает бобслии. Вы смотрите Вести Орел, мы продолжаем выпуск. Сегодня в интернет-пространстве Орла прошел необычный флешмоб. Орловщане не лепили пельмени, не обливались холодной водой, а ставили на своей ватарке фото 4-месячного мальчика. Так все неравнодушные жители нашего города присоединились к благотворительной акции. Малыш на фото Вова Фризин, у него двусторонняя ретинобластома, рак сетчатки глаз. Сейчас вместе с мамой в Москве проходит курс химиотерапии, но реальную помощь могут оказать только в швейцарской клинике. На лечение там необходимо 4 миллиона рублей. Это неподъемная сумма для семьи малыша. Страшнее всего то, что на сбор денег времени очень мало. В клинике Швейцарии с 7 марта нас обещали принять на лечение ребенка. Мы, если честно, не ожидали, что будет столько отзывов от людей. Собираем, кто по 50 рублей, по 100 рублей, в принципе. Думаю, что соберем. Огромное спасибо всем, кто откликнулся. Мы верим в лучшее. В 15-й раз в Орле состоялся концерт «Молодые дарования Орловщины» при поддержке губернаторского симфонического оркестра. Это стало не просто доброй традицией, а своеобразным трамплином для многих юных музыкантов. Некоторые из них продолжили обучение в столице и стали известными исполнителями. Эва Стасилевич продолжит тему. Самая молодая исполнительница на этом концерте – ученица школы Кабалевского Екатерина Ваеват. Вивальди в ее исполнении звучит вдохновенно и по-взрослому, а скрипачке всего 11 лет. Но столь юный возраст социалистки дирижера симфонического оркестра совершенно не смущает. Чем раньше, тем лучше. Все-таки это заставляет музыкантов, молодых, работать над собой. И какая-то у них появляется еще ответственность за то, что они делают. И это как бы толчок в такое большое плавание. Такой толчок получил в свое время и Давид Посулихин, также выпускник школы Кабалевского, а теперь московские студенты, подающие большие надежды тенор. Ему с симфоническим оркестром петь не в новинку. Я безумно люблю наш губернаторский орловский оркестр, всех людей, творчество здесь. Я безумно рад, что мне дают возможность снова и снова, и вот какой год уже выступать, и принимать участие в этом концерте. Ария Надира и баллада герцога звучали из уст уже профессионалы. В этом году Давиду исполнится 22 года, поет большую часть своей жизни, а начинал заниматься у прославленного орловского педагога Галины Костко, которая тоже пришла на концерт поддержать своих бывших и нынешних учеников. Конечно, нужно многому еще учиться, но мне кажется, это всю жизнь надо этому учиться. Ну, я довольна. Можно там делать кое-какие замечания, но все равно. Молодец. Ежегодный проект «Молодые дарования Орловщины» открывает новые имена и дает молодым исполнителям, пожалуй, самое важное. Бесценный жизненный опыт, прекрасный музыкальный вкус и желание навсегда остаться в волшебном мире классической музыки. Эйва Стасюлевич, Анатолий Пикуров, Вести Орел. К этой минуте пока все. Далее смотрите Федеральные Вести. Мы с вами еще увидимся в 21.40 на телеканале Россия 24. Субтитры предоставил DimaTorzok